Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24, проект Хайтек, в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Сегодня переносим сроки и читаем. Продажа TikTok откладывается. Ранее администрация американского президента Трампа установила дату, до которой соцсеть необходимо было продать или заблокировать на территории США — 27 ноября. Но после этого представители TikTok жаловались на то, что правительство не отвечает на запросы. И вот сроки вновь продлены. Агентства Bloomberg и Reuters сообщают, что TikTok упомянул новую дату в недавних судебных исках, заявив, что теперь это 4 декабря. Вероятно, задержка связана с тем, что Комитету по иностранным инвестициям требуется время для рассмотрения заявки. Хотя есть и другие юридические нюансы, которые позволяют администрации требовать продления срока продажи TikTok или блокировки соцсети в США. Книги на стенах. На что только не идут нынешние педагоги, чтобы привить поколению ютюберов и токеров любовь к чтению. Они готовят даже на стенах писать книги. И так в самом деле делают в нескольких петропавловских школах. Древо знаний, интерактивная библиотека, книжная доска — как только не называют это настенное творчество школьники и учителя. Несколько недель по оцифровке книг, креативная работа художника и компактная библиотека готова. Панель сделана специально для учеников, чтобы им удобно было сканировать книги, классические книги и читать их. Такие интерактивные библиотеки уже есть в нескольких школах Петропавловска. Их делают даже прямо в фойе. Пробежал на перемене, вспомнил, что не взял с собой книжку и тут же ее скачал на смартфон. Так как сейчас у нас идет цифровизация повсеместная, поэтому мы сделали в коридоре, чтобы детям было удобно между делом их сканировать и у себя на телефонах продолжать читать литературу. Пушкин, Джек Лондон, Абай — на этой стене литературная классика. Произведения на казахском, русском и английском языках. Мы скачиваем приложение, подводим телефон к интерактивной доске и у нас выходит на телефоне ссылка. Мы нажимаем на нее и у нас выходит вот эта сказка. Всего около 150 книг. Возможно, их будет больше, ведь интерес к такой библиотеке растет. Нейтрино из недр светила. Исследователи из Итальянского национального института ядерной физики подтвердили одну из важнейших теорий звездной физики. Они обнаружили нейтрино, история которых восходит к периоду возникновения звезд. Ученые определили, что неуловимые частицы, проходящие через детектор Борексино, возникли в результате процесса синтеза углерода, азота и кислорода в самом сердце Солнца. На итальянском детекторе нейтрино Борексино работает большая международная команда ученых. Главная задача — обнаружение нейтрино, возникающих в ходе протон-протонного цикла, основного пути термоядерных реакций в Солнце. Недавно ученым удалось зарегистрировать сигнал от нейтрино СИНО-цикла — альтернативного пути слияния водорода, в котором участвуют атомы углерода, азота и кислорода. Для Солнца СИНО-цикл играет незначительную роль, но в более массивных звездах он становится доминирующим. К слову, сверхлегкие нейтрино практически не взаимодействуют с веществом. Солнце постоянно бомбардирует пространство потоками нейтрино, а они свободно пролетают сквозь наше тело и вообще все объекты. Детекторы нейтрино улавливают лишь редчайшие из них, те, что случайно столкнулись с обычными частицами и вызвали краткую световую вспышку. В Борексино используют 300 тонн жидкого сцентилятора, который сканируется массивом из 2200 фотоумножителей. Отдельные события позволяют постепенно набирать статистику. Нужные находки сделали в начале 2010-х и в 2020 году проект планировали закрыть. Но теперь, когда ученым удалось зарегистрировать нейтрино СИНО-цикла, работа проекта Борексино, возможно, продолжится. Создавайте новое и пишите на нашу почту. Рассказывайте о своих проектах. Мы покажем их в эфире. На сегодня все. Смотрите хай-тек. До встречи.